В чем вы слышали от меня? Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, и спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И дальше мы прочтем несколько стихов из главы номер 2, непосредственно говорящей об этом событии. При наступлении Дня Пятидесятницы, а сегодня евреи празднуют День Пятидесятницы, то есть не сегодня, а вообще через 50 дней после Пасхи День Пятидесятницы, чтобы вы понимали. Через 50 после Пасхи День Пятидесятницы. При наступлении Дня Пятидесятницы все они, опять же ученики, были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Коротко, в двух местах из Библии о празднике Троица. День Пятидесятницы, сошествие Святого Духа, Третьей Личности, Единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Третья Личность, Дух Святой, сошел на землю в День Пятидесятницы, как брат Сергей сказал почти уже две тысячи лет назад. День Пятидесятницы. Чем же Он так важен для Церкви и всех живущих на этой земле? Иисус Христос ясно и четко сказал Своим ученикам. И мы, читая это Писание, становимся соучастниками этого разговора Иисуса со Своими учениками. Поднимите руку те, кто считает себя учеником Иисуса. Вау! Класс! Мы все ученики, то есть последователи Иисуса. Вот что значит, кстати, быть христианином. Христиане – это последователи Иисуса Христа. Не креста, а Иисуса Христа, Сына Божьего. Иисус говорит нам и всем ученикам Своим, говорит, вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой. И это не событие Пятидесятницы, 2000 лет назад произошедшее. Это событие каждодневной жизни христианской Церкви. Иисус говорит, вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями. В оригинале, на котором был впервые написан Новый Завет, а это язык назывался греческий, в греческом языке он был впервые написан, Новый Завет. Там слово «примите силу», слово «силу» звучит, как «дунамис». На греческом «дунамис», в английском «динамит». Вы примете динамит, когда на вас сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями, говорит Христос. Динамит – это нечто взрывающееся, которое невозможно не услышать и не увидеть. Современное оружие основано, его взрывная сила основана именно на открытии вот этого динамита. Это сила, которую невозможно контролировать. Когда в Иерусалиме на людей, называющихся учениками, апостолов, сошел Святой Дух, весь Иерусалим, написанно во второй главе Деяний, пришел в движение. Представьте себе мир, который еще не знал вне двигателя внутреннего сгорания. Еще не летали самолеты, не гремели машины и трактора. Все было тихо и чинно, не было усилителей, и музыка так не гремела, как сегодня в нашем доме. И вдруг на весь Иерусалим сходит нечто необычное, еще незнакомое людям, с великим шумом. И весь Иерусалим побежал в то место, где это случилось. Когда они пришли, они увидели, что с людьми, сидящими в этом доме, происходит нечто необычное. Того, чего еще не видели люди, живущие на земле. И на каждом из тех, кто там был, язык пламени огненным. Как бы. Как бы язык огненного пламени. Тогда, в тот день, Иерусалим пришел в движение. Но желание Бога, Духа Святого, чтобы в движение пришла вся земля. Чтобы все последователи Христа, все ученики Иисусовы, они имели на себе эту силу. Силу Святого Духа. Поднимите руку те из вас, кто знает, что Он крещен в Духе Святом. Мы не будем сегодня говорить о крещении в Святом Духе. Но знаем, что всякий, кто имеет крещение в Духе Святом, имеет эту силу. Мы чуть-чуть поговорим сегодня об этой силе. Чуть-чуть буквально. Но у меня к вам вопрос, крещенный в Духе Святом и имеющую эту силу. Мы действительно ее имеем? То, что происходило в деяниях апостолов, когда мы читаем эту книгу, повергает, честно скажу, иногда в шок. Когда я читаю деяния апостолов, я вижу, какие дела творили те ученики, на которых была эта сила. Я удивляюсь, что произошло в течение двух тысяч лет. Изменился Бог, Дух Святой, изменились бесы или все-таки изменилась церковь. Ведь Дух Святой не меняется. Он всегда, вчера, сегодня, вовеки он тот же. Бесы тоже не меняются. Они все так же ищут, чтобы украсть, убить и погубить. Церковь нуждается в пробуждении силы Святого Духа. Это не значит, что среди нас нет Святого Духа. Это значит, что мы перестали желать и гореть желанием пользоваться этой силой. И я вам скажу по секрету. Весь духовный бесовской, сатанинский мир ликует от этого, что церковь перестала использовать эту силу против них. Это огромнейшая сила, динамит, который они не способны контролировать и угошать. Потому что эта сила дана церкви Богом. И для чего? Чтобы мы с вами были свидетелями Иисуса Христа. Чтобы мы с вами свидетельствовали миру, кто есть Христос. Откроем Иоанна. Евангелие от Иоанна 16 главу. Будем читать седьмого стиха. И Иисус Христос, говоря со своими учениками, обращаясь к ним еще до своего распятия, до своего смерти и воскресения, до вознесения, Он им уже пророчествует о том, что Дух Святой придет на землю. Он пытается им объяснить, что для них это даже будет лучше, нежели Христос рядом с ним. Вот написано, Евангелие от Иоанна 16 глава 7 стих. Говорит Христос. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. А вот когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет. И возвестит вам. Прекраснейшее место из Писания и Евангелия и от Иоанна, 16 глава, говорящая о цели прихода Духа Святого на земле. Когда я готовился в этой проповеди, я впервые в жизни получил откровение, что именно в этих стихах есть Евангелие. Оно здесь, все Евангелие в этих нескольких стихах. Обратите внимание, что Христос говорит Своим ученикам о Духе Святом. И Он, придя, обличит мир. И Он, придя, обличит мир. Здесь есть три части, о чем говорит Христос. Обличит мир о грехе, о правде и о суде. Позвольте мне здесь остановиться на каждом пункте отдельно. И вы уверуете, что здесь Евангелие, все Евангелие, обличит мир о грехе, что не верует в Меня. Драгоценная церковь, сидящая в этом доме, смотрящая в записи или прямой трансляции. Кто из вас без греха? Я тихо спросил? Есть ли в этом доме хоть один, кто без греха? Внимая. А кто вам сказал, что вы грешные? Кто донес до человека, что он грешен? Дух Святой. Он не дает открыть мне уста и сказать, я никогда не грешил, потому что внутри меня Он живет. Не знаете ли вы, что вы суть храм, живущего у вас Духа Святого? И вы не свои. Пусть это места Писания говорят о верующих людях, живущих в Духе Святом, те, кто с Духом Святым живет. Но все, даже неверующие люди, не решаются сказать, что Он без греха. Некоторые скажут, это совесть. А что есть совесть? И откуда она в человеке? Не Богом ли она Ему дана? Люди, не знающие Писания, не знающие... Да я 70% даю, что в этом зале, 70% вернее людей, находящихся в зале, не назовут 10 заповедей. Что люди, живущие в этом мире, носящие кресты на своих грудях, называющие себя православными, не назовут 10 заповедей. Но они знают, что они греховные. Мы с вами имеем обличение от Бога, что мы греховные, что мы грешники, что мы нуждаемся в прощении. Вы со мною согласны? Иисус Христос говорит, начало Евангелия для всех людей, что когда придет Дух Святой, Он обличит всех людей о грехе. Когда верующий человек в молитве приходит к Богу, когда Он входит с Ним в взаимоотношения близкие и тесные, когда с глаз текут слезы, Он осознает свою греховность, хотя каялся уже десятки раз. Он осознает, что внутри Он не такой уж и светлый, как хотелось бы быть, как Он декларирует себя для многих людей. Дух Святой продолжает свою работу, обличая всех нас день за днем, день за днем, до конца своих дней. Мы никогда не сможем стать идеально святыми, как Христос, но мы к этому будем стремиться, потому что Дух Святой дает нам эту силу. Он обличает нас о грехе. И именно Дух Святой обличает мир современный в грехах. Посему этот мир ненавидит нас? Посему этот мир ненавидит церковь, он всегда выступал против нее, он всегда гнал ее и старался, чтобы она замолчала. Я говорю мир, я говорю, потому что это князь мира сего, как сказал Христос. Потому что церковь Слово Божье несет, а Божье Слово Духом Святым обличает мир в грехах. И никто, грешник, не желает идти ко свету, но все стараются спрятаться. А спрятаться можно только одним способом. Замолчите! Не говорите! Не этого ли хочет от нас дьявол, чтобы мы не говорили людям о великом Святом Боге? Второе, о чем говорит наш Господь здесь в этой речи? О правде. Мир узнает правду. Когда придет Святой Дух, он сказал, обличит мир о грехе и о правде. Что есть правда? Вопрос Понтии Пилата, когда Иисус находился у него в притории на допросе. Что есть истина? Спрашивает Пилат. Здравомыслящий человек, образованнейший, задает Иисусу, что есть истина. Иисус говорит, я есть истина. Я есть жизнь. Я есть правда, говорит Христос. Именно Дух Святой рассказывает этому миру и живущим в нем людям, что есть, вернее, кто есть правда. В чем она сокрыта? Правда в том, что Бог, Иисус Христос, пришел на эту землю, стал таким, как мы с вами, чтобы заплатить за наши грехи. Правда в том, что в нем нет лжи, что в нем нет греха. Правда в том, что все слово, написанное в Библии, в Святом Писании, истина. Да и аминь. Правда в том, что это открывает лишь только Дух Святой. Я до церкви множество раз открывал Библию, я старался понять, что там написано, и я ничего не понимал. Я читал просто буквы, просто слова, пытаясь сложить их во что-то, что-то вычерпнуть, взять оттуда, но мне было закрыто. Но, когда я пришел в церковь, когда я покаялся пред Богом в своих грехах, когда я осознал, что я грешник и мне нужно спасение, Бог, Духом Святым, открывает для меня правду. Он дает мне разумение Писания. Потому что все Писание Богу духовновенно, Богом вдохновлено. Все Писание писалось именно Богом. Это Он, Дух Святой, диктовал людям, которые записывали все, что здесь написано. Никто лучше Бога не знает Библию. И когда я, уже будучи христианином, открыл впервые после этого Библию и начал ее читать, чудо, я все понимаю. Я понимаю, я зачитываюсь этими строками. Я читаю Библию взахлеб. Я не понимал, откуда я это знаю, но я это знаю. Я знал, чем она закончится и что будет завтра. Я понимал Писание. Это Бог, Дух Святой принес в этот мир правду. Никто из нас никогда бы не вышел на покаяние, если бы не Бог, Святой Дух. Это Он призывает нас. Это Он помогает нам выйти и покаяться. Скажите, из того, что я назвал, обличение мира о грехе, обличение о правде, разве это уже не достойно того, чтобы вся земля праздновала этот день, когда Дух Святой, который в этом нам помогает, прославился? Я думаю, достаточно уже, но мы продолжим еще. И написано, что Христос говорит и обличит мир о суде. Ты оправдан или ты осужден? Кто-нибудь из вас добывал в суде, конечно, но большинство никогда не были в нем, потому что старались жить законопослушно. Но Бог говорит здесь о другом суде, не за воровство овечки, не за какую-то кражу из чужого дома, хоть это и противно. Бог говорит здесь о суде вечном. Он говорит, ибо осужден князь мира сего. Так написано в Евангелии от Иоанна. Осужден сатана, лжец и обманщик. Осужден ненавидящий детей Божьих, заставляющий их совершать множество грехов. Осужден уже. Богом осужден. Но ты, если никогда не был на суде, ты, по крайней мере, в кино или где-то еще, ты видел, что такое суд? Сидит масса присяжных заседателей, либо судья. И ты, как этот самый обвиняемый, стоишь перед этим судом. И я понимаю, чем страшнее преступление, тем ты больше надеешься внутри с трепетом, что все-таки, может, оправдают, а? Мать, может, все-таки простят. Дядечки, отпустите меня. Я больше не буду. Да никто никогда не отпустит меня из зала суда за преступление, если я его совершил. Потому что есть закон. Правда? Есть закон. Мне понравился один пример, приводя учителем Библии Дерек Принцем. Я просто понял, насколько серьезен вот это вот действие закона в жизни людей. Он преподавал африканским пастырям в Нигерии, в Лагосе. И говорит им, я постараюсь вам объяснить действие закона этого. И спрашивает у будущих пастырей, африканцев. Скажите, вот базар в Лагосе. Большое количество людей. Бедный, нищий человек, голодный. Украл у продавца буханку хлеба. Ну, там у них как-то она по-другому называлась. Хлеб украл. И его ловят полицейские. Скажите, пожалуйста, он виновен или нет? Вы мне ответите на этот вопрос. Он вор? Он вор? Его за это надо судить? Но ведь он просто хотел есть. Но ведь все-таки он виновен. Виновен. И по закону Нигерии его осудят на определенный срок. Казалось бы, банальнейшая причина. Украл хлеб. Но ты виноват. Библия Божье Слово говорит нам то, что Бог называет и обличит о правде. Так вот, правда нам говорит, что наказание за грех, смерть. И неважно, послушай меня, неважно, в чем ты согрешил. Неважно, ты убил, ты сделала аборт, ты кого-то обокрал, ты просто наркоман, ты еще что-нибудь, ты еще что-нибудь, ты еще что-нибудь. Как оказалось, здесь нету ни одного без греха. И все вы знаете, в чем вы согрешили. Нету разницы, в чем мы согрешили. Суть в том, что мир осужден. Все сделавшие грех повинны быть на суде. Вместе с сатаной. Вот, что принес в этот мир Святой Дух. Обличить мир о суде. Но Христос сказал, Христос сказал, здесь же, в Иоаннгеле от Иоанна, в 15 стихе, «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Написано, «Он прославит Меня», говорит Христос. Так, а теперь самое главное. Дух Святой пришел обличить мир о грехе, о правде, о суде. Попробуем подвести итог. Весь мир грешен. Бог дал этой земле правду в лице образа Иисуса Христа. Правда, которая желает спасти всех. Правда, которая любит всех до одного, живущего на этой земле. Он пришел на эту землю, Христос, чтобы умереть на кресте за Твои и за Мои, за все наши грехи. Суд же, который грядет вскоре на всю эту землю, говорит, «Кто уверует в Иисуса, спасен будет, оправдан. Кто не будет веровать, осужден будет». И это говорит и кричит Святой Дух по всей земле. Кто будет веровать и крестится, спасен будет. Кто не будет, осужден будет. Атеисты могут сказать, все это ерунда, все это ложь, но Иисус так и сказал обличить мир о грехе. О грехе, что не веруют в Меня. Вы думаете, самый страшный грех – это убийство? Вы думаете, что самый страшный грех – это воровство? Самый страшный грех – это неверие в Иисуса Христа. Вы слышите меня? Самый страшный грех – это отвергнуть спасение через Иисуса Христа. Осужден будет лишь только за то, что отверг спасителя, Сына Божьего, Иисуса Христа. И это принес на землю Дух Святой. Он повсеместно и многогласно через церковь свою, через учеников Христа, через тех, в ком Он живет и кричит, этой земле. Покайтесь, ибо приблизилось время пришествия Христова второй раз. И вы будете Мне свидетелями, когда примете Духа Святого. Будете свидетелями не только в Израиль, но свидетелями по лицу всей земли, в Украине, в Василькове и по всем окружающим селам. Вы – свидетели Христовы! И нам нести это Евангелие миру. Мир грешен и нуждается в спасении. Кто поверит, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Итак, в этих трех словах Евангелие, которое Христос многократно и многогранно говорит этой земле. Евангелие – это желание Божье спасти всех людей. Если ты сегодня в этом служении, если ты вообще впервые в церкви, может быть, ты еще никогда не каялся в грехах своих, то я абсолютно уверен, что это твой день. День, ради которого Дух Святой тебя привел сегодня сюда. Не обольщайся, мудрый человек. Ты не сам пришел сюда. Тебя Бог привел. Тебе Бог дал это желание. Тебе Бог дал желание прийти туда, где ты сегодня услышишь Слово, способное тебя спасти. Спасти всю твою жизнь, всю твою семью, твоих детей и внуков. Тебя Дух Святой сегодня привел сюда. И сейчас Духом Святым, хоть ты этого не видишь и, может быть, не до конца еще осознаешь, но именно Духом Святым сейчас ведется работа с твоей душой, с твоим духом. Бог касается тебя и желает, чтобы ты сегодня спасся. Я хочу пригласить сюда, на это место всех тех, кто хотел бы сегодня попросить прощения у Бога за свои грехи. Поверь мне, еще раз скажу, не важно, какой это грех. Не важно. Дух Святой показывает тебе, в чем тебе нужно попокаяться, попросить прощения у Бога. За что? Ты знаешь свои грехи, и Бог их знает. Ты никогда не сможешь спрятать, утаить от Бога то, что перед Ним, как раскрытая книга. Наши жизни с вами перед Ним, как открытые книги. Он знает в совершенстве секунду твоего зачатия и увидит будущее, последний день твоей жизни на этой земле. Он знает все, что ты говорил, думал и делал. Ты от Него не спрячешь ничего, но Его желание, чтобы ты, Вадимий, ведомый Духом Святым, попросил прощения, просто, по-детски, сказав Ему, Бог мой, я был неправ, прости меня. Так просто, но так сложно, так сложно преодолеть этот барьер взрослым людям. Выйти и сказать, прости меня, а что подумают люди? О тебе не все равно, что о тебе подумают люди? Не главное ли, что о тебе думает Бог? Дух Святой желает жить в тебе. Дух Святой желает помочь тебе изменить всю свою жизнь. Дух Святой желает тебе дать эту силу, чтобы ты и другим мог помочь. Неужели ты сегодня откинешь то, что Он предлагает тебе? Он хочет прославить в тебе, в твоей жизни Иисуса Христа. То, что сегодня мы слышали свидетельство брата Юры. Разве это не работа Духа Святого, который расположил его, Юру, простите меня за такие слова, алкоголика, бомжа. Я помню, когда он пришел в церковь. Разве не Бог расположил Дух Святой? Разве не Он расположил сердце Саши Камасченко, которая дала ему это приглашение в церковь? Разве не Дух Святой расположил сердце работать с бомжом от Саши нашему Гайдаенко? Разве это не работа Духа Святого, когда этот человек вышел, упал на колени перед Богом со слезами и кричал, прости меня? Разве это не работа Духа Святого, его измененная жизнь, его нынешняя семья? Разве это не работа Святого Духа? Кто из людей своею силою может это сделать? Никто, только Бог. Я хочу сказать еще раз, если ты желаешь, чтобы Бог изменял твою жизнь, тебе нужно покаяние. И даже если ты пришел лишь только для одного, чтобы за тебя сегодня помолились, и ты хочешь получить исцеление, тебе нужно заручиться поддержкой Бога, но грех разделяет тебя с Богом, тебе нужно удалить эту стену. Для того, чтобы получить исцеление, освобождение, тебе надо приблизиться к Богу, потому что исцеляет и освобождает только Бог. Я прошу вас, давайте мы поднимемся на наши ноги. еще раз я прошу выйти сюда вперед всех тех, кто сегодня желает попросить у Бога прощения за свои грехи. Не стесняйся и выходи вперед. Ты и Бог и между вами никого. Ты и Бог. Он знает твою жизнь. Он видит твою жизнь. Он желает помочь тебе. Он желает спасти тебя. Он желает простить тебя. Он желает помиловать тебя. Он желает, чтобы ты на суде был оправдан, а не осужден. Он желает, чтобы ты был с Ним в вечности, чтобы ты был рядом с Ним до скончания века. Иисус Христос умер на кресте за твои грехи. От тебя нужно лишь только одно попросить у Него прощения за все то, что ты сделал злого. И крови Христа достаточно, чтобы заплатить за твой грех. Жертва Иисуса, она для всех, она для всех живущих на этой земле, она для всех достаточно. Я прошу вас, выходите в те, кто желает попросить у Бога прощения. Не прячьтесь за спинами. Я прошу вас, немножко раздвиньтесь, чтобы могли подойти сюда люди вперед. Во имя Иисуса Христа спасение, дарованное тебе Богом в твоих руках. Ты будешь либо оправдан, либо осужден, но это зависит только от твоего желания, от твоего решения. Ты не знаешь, сможешь ли ты поприсутствовать еще когда-нибудь на собрании церкви. Ты же не знаешь, что будет с нами завтра, но сегодня этот день для тебя. Ты и Иисус Христос, заплативший за твое спасение, за мое, за спасение всех живущих на этой земле. Я еще несколько секунд подожду. Не стесняйся и не бойся, ибо так возлюбил тебя Бог, что отдал вместо тебя на крест Иисуса Христа, на распятие вместо тебя, чтобы ты, поверив в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Господу за каждого стоящего здесь. Слава Господу. Спасибо Духу Святому, что касается сердец. Не прошло время, когда Дух Святой действует на этой земле, что то, что написано в деяниях, оно и сегодня живо и действует. Бог живой и Дух Святой среди нас. Я прошу вас, закройте ваши глаза. В знак вашего смирения согните голову пред Господом, ибо стать на колени здесь будет уже невозможно. Согните голову пред Господом, не смотрите на меня. В своем сердце, в глазами сердца своего посмотрите на крест, где Иисус распят. за тебя распят, за твои грехи. И вместе с вами мы помолимся. Вы просто повторяйте за мною слова этой молитвы, но это будет вашей молитвой. Иисус Христос, я верю, что ты пришел на эту землю, чтобы спасти меня. Я верю, что ты, Сын Божий, умирал на кресте вместо меня. Ты проливал свою кровь, чтобы омыть и очистить меня. Я каюсь во всех своих грехах. Я прошу тебя, прости меня за все мои слова, за все мои злые дела, за мои мысли поганые. Прости меня, Иисус. Я верой принимаю. Ты прощаешь меня, потому что любишь меня. Иисус Христос, ты мой Господь, ты мой Бог, и я твой до конца своих дней. Вся слава принадлежит лишь тебе одному, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Воздайте славу Богу. Аплодисменты